Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы поговорить с вами об очередном судейском скандале в российском футболе. И в частности, об очередном скандале вокруг футбольного клуба Краснодар, который недавно уже возмущался откровенно странным арбитражом в матче Краснодара и Сочи, где была, на мой взгляд, абсолютно выдуманная красная карточка Спайчу за фол, который не был фолом последней надежды, потому что параллельно двигался еще один футболист, который мог повлиять на эпизод. И вот после этого скандала, после того, как наши все вот эти экспертно-судейские комиссии и прочие чиновничьи шоблы вынесли вердикт, что все решения были правильными, вот сразу после этого происходит очередная удивительная ситуация. Игра рукой теперь уже не является нарушением правил, даже когда это происходит в штрафной площади. Вот такие можно сделать выводы, судя по тому, что произошло в матче против ЦСКА. Этот момент уже посмотрела вся страна, но если что, вот скриншоты данного эпизода. И особо отмечу, что здесь, на мой взгляд, о попадании мяча в руку не может быть никакой речи, потому что видна акцентированность работы рукой для того, чтобы вывести мяч подальше из зоны контроля футболиста-соперника. В общем, давайте обсудим, что это такое, что творится. Есть ли в нашем футболе заговор против Краснодара, поддержка московских клубов, о которой сейчас многие говорят. Или, может быть, здесь еще какой-то заговор. Или это просто какой-то, знаете, идиотизм наших арбитров, который постепенно прогрессировал и дошел уже до такого. Давайте это все обсудим. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод 20Калудский21, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Вообще, лично для меня таким ярчайшим показателем в данной встрече стало то, что армейские фанаты и в интернете, и в личной переписке со мной пишут в основном, что судья ошибся, что нужно было назначать 11-метровый. Ну, потому что ситуация достаточно очевидная. Да, бывают эпизоды, когда мяч попадает в руку, и футболист не может, так скажем, убрать руку с траектории пути снаряда. Но здесь мы видим именно, что акцентированное движение со стороны Игоря Девеева. Ну, конечно же, здесь можно теоретически представить, что механика движения футболиста была такова, что он не успел убрать руку с траектории, скажем так, движения снаряда, и поэтому здесь, ну, дескать, мяч попал в руку, а не была игра рукой по снаряду. Но, на мой взгляд, это все настолько притянуто за уши, что дальше просто некуда. Мне кажется, что здесь был однозначный пенальти, причем касание рукой здесь было дважды по снаряду. И хотелось бы вообще отметить, что если Москалевка, главный арбитр этого матча, он мог и не заметить данного эпизода, ну, потому что действительно динамика, там все было максимально плотно, близко находились друг к другу футболисты, это понятно. Теоретически можно понять главного арбитра. Но, спрашивается, а нахрена существует ВАР, та самая система видеоповторов? Наверное, для того, чтобы страховать арбитров от ошибок. Но здесь был просмотрен вот этот видеоповтор, и ничего, никаких изменений, по-прежнему арбитраж считает, что здесь не было пенальти, даже после видеоповтора. Есть такое хорошее русское выражение, в глаза долбиться. Вот я не знаю, как нужно было долбиться в глаза, чтобы здесь не увидеть игру рукой. И знаете, кто стал здесь центральным персонажем? Вновь Казарцев. Тот самый Казарцев, который уже был объектом всеобщей ненависти после матча Сочи-Спартак, где тоже было все очень весело с пенальти. Потом у него были еще какие-то скандалы с Уфой, с Ротером, с Химками. В общем, список ошибок этого человека, он просто ужасает. Его ошибки постоянно признают члены экспертной комиссии и так далее, тому подобное. И вы знаете, вот недавно вроде как отстраняли у нас арбитров, отстраняли за повторные ошибки, которые были признаны РФС, экспертными комиссиями и так далее. Вот у Казарцева ошибок уже хреново туча за последнее время. Но он почему-то не отстранен, почему-то до сих пор работает на видеоповторе и спрашивается, до каких пор это будет продолжаться. Но потому что уже невозможно на это смотреть, понимаете? Человек профнепригоден, по-другому не скажешь. Но поэтому он остается и продолжает косячить. Косячить просто катастрофически в матче, который имел огромное значение и для ЦСКА, и для Краснодара. Я напоминаю, что обе команды сейчас вроде как относительно пришли в себя после неудачного старта. Идут в верхней части турнирной таблицы. Для каждой из этих команд три очка – это принципиальный вопрос сейчас, особенно в матче со сложным соперником. И вот мы видим вот такую ситуацию. Ну, на самом деле это безобразие, это просто ужас. И знаете, что самое забавное? Забавная реакция наших экспертов. Как тот же самый Черданцев начал кричать, что ситуация на самом деле неоднозначная и так далее. Понимаете, даже комментаторы Матч ТВ по ходу этой встречи прямо сказали, что пенальти было. Но наши эксперты, как всегда, начинают юлить. Понятное дело. А еще понравилось то, как Ашот Хачтуэнс отреагировал на эту ситуацию. Где-то год назад этот персонаж, будучи главой судейского департамента РФС, начал мочить всех направо и налево. Постепенно начал, так скажем, убирать из нашего судейства некоторых специалистов. И тогда, знаете, многие начали в него верить, что вот, смотрите, какой-то жесткий такой реформатор у нас появился. Мужик крутой, который готов резать по-живому. Я уже тогда в нем сомневался. Я уже тогда сказал, что у меня есть ощущение, что из него делают какую-то популистскую фигуру, чтобы потом протолкнуть его на пост, ну, главы РФС или РПЛ или кого-то еще. И вот сейчас появились слухи, что он может стать заменой для Пряткина. Вот такие вот пироги. Но не об этом речь. Речь о том, что Хачтуэнс, который в свое время мочил всех и вся, в том числе и Казарцева за его ошибки в матче Спартак-Сочи, сейчас он настолько уклончиво говорит о ситуации в игре Краснодар-ЦСК, что это выглядит даже смешно. Что, дескать, мы будем разбираться, мне нужно посмотреть видеоповтор. Нет, он даже сказал так. Я запросил видеоповтор. Мне интересно, а этот человек знает, что есть такая вещь, как Ютуб, там есть Ютуб-канал Матч ТВ, где даже отдельным роликом сделали вот эту ситуацию с назначенным или не назначенным пенальти в концовке матча. Ему нужно запрос в Ютуб отправлять, чтобы посмотреть этот эпизод. Но это смешно, понимаете? Типичная, нелепая вот эта наша отмазка российского чиновника. И вот, пожалуйста, Хачтуэнс, который когда-то был для многих надеждой, что вот он очистит наше судейство, вот, пожалуйста, все, все ваши надежды закончились. Ну а касательно заговоров, конечно, много получилось сейчас теорий. Одна из них – это то, что мочит Краснодар, потому что второй матч подряд форменное безобразие, что Сочи, где был эпизод, ну, на мой взгляд, не на пенальти, с Урошем Спаричем, что вот здесь беспредел. И в этой ситуации, конечно, есть такой соблазн сказать о кампании против Краснодара. Второй вариант – это то, что тащат московские клубы, что, дескать, вот, пожалуйста, московские коллективы подтягиваются судейством на высокий уровень. Но здесь мы можем вспомнить того же самого Казарцева в матче «Спартак» с Сочи. Ну, Сочи вроде как не московский коллектив, даже исторический. Он, скорее, бывший питерский клуб, так-то получается, переехавший в южный регион России. Так что эта гипотеза слабовата. Ну, и еще одна гипотеза – это то, что тянут «Зенит», что, вот, пожалуйста, посмотрите, убивают конкурентов. Минус 2 очка ЦСКА, минус 2 очка Краснодару. И в итоге ввожу и все у Санкт-Петербургского клуба. Не знаю. Если такая гипотеза, конечно, появляется, она во многом связана с определенным имиджем, который сейчас у некоторых групп фанатов сложился вокруг «Зенита». Сейчас во всем ищут такие заговоры, даже если «Зенит» не принимает участие в матче. Но, знаете, опять же, я могу сказать, что если нет подтверждений подобного, то, конечно, мы об этом можем говорить только как о теории. Мы свечку не держали, а если у кого-то есть подтверждение, ну, хотелось бы, конечно, это все увидеть. С другой стороны, в этой ситуации действительно, когда судейство безобразное, когда ошибка идет за ошибкой, причем против одной конкретной команды, такие теории будут появляться сами по себе. Поэтому, фактически, во всех этих скандалах все равно виноваты наши судейские власти, наш арбитраж, наши чиновники РФС, РПЛ и так далее. Именно они создают почву для того, чтобы болельщики уже не верили в РПЛ, как в полноценный спортивный чемпионат, где что-то там добывается по спортивному принципу. Поэтому у нас и будет дальше. Футбол восприниматься как борьба кабинетов, каких-то там, знаете, чиновников, экспертов и прочих людей, которые отмазывают судей и поэтому делают то, что нужно конкретным клубам. Вот до тех пор, пока это все не прекратится, безобразие в нашем судействе, такие теории будут продолжаться и будут плодиться, как грибы после дождя. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.